Для начала давайте скроем лишние элементы сайта. У вас под видео есть ссылка «Скрытие лишних элементов сайта». Откройте файл по этой ссылке. В этом файле содержится код «Скрытие элементов». Я вам сейчас расскажу, что за что отвечает, и покажу, как скрыть ненужные вам элементы. Итак, для начала давайте скроем кнопку слайдера, которая нас переадресовывает на записи, из которых, собственно, сделан этот слайдер. Для этого мы копируем вот эту строчку кода, а затем на сайте переходим в панель «Настроить» во вкладку «Дополнительные стили». Игнорируем все предупреждения, устанавливаем курсор мыши вот в этой области посредством клика левой кнопкой мыши в этой самой области и вставляем строчку скопированного кода, вот так. Затем сохраняем изменения и выходим из панели «Настроить». Посмотрите, у нас все получилось. Кнопка на слайдере исчезла. Идем дальше. Теперь нам нужно скрыть вот эти переадресовывающие ссылки. Для этого копируем вот эту строчку кода из нашего файла, а затем также переходим в панель «Настроить» во вкладку «Дополнительные стили» и устанавливаем курсор на строчку ниже вставленного до этого кода и вставляем скопированный код, вот так. Посмотрите, наши ссылки исчезли. Далее я вам буду показывать, какие строчки кода, какие элементы будут скрывать. Итак, для того, чтобы убрать вот этот функционал переадресации, вам нужно вставить вот этот код. Затем, чтобы скрыть вот эти неработающие вкладки, вам нужно вставить вот эту строчку кода. Для того, чтобы убрать область с вот этой переадресовывающей иконкой ссылкой, появляющейся при наведении курсора мыши, нам нужно вставить вот эту строчку кода. Далее, для того, чтобы скрыть точно такую область ссылкой, Но вот в этом блоке нам нужно вставить во вкладку дополнительный стиль вот этот код. И последний элемент, который мы скроем на главной странице, это будет раздел копирайтер с рекламными ссылками на разработчика темы. Для этого нам нужно скопировать и вставить вот этот код. Теперь нам нужно изменить цвет вот этого подзаголовка сайта, где у нас отображено слово фотостудия. Для этого также под видео у вас есть ссылка изменения дизайна подзаголовка. Вам нужно открыть этот файл, скопировать тот код, который там есть и вставить его в панели настроить во вкладку дополнительный стиль. Вот так. И как вы видите цвет нашего подзаголовка изменился на белый. Если вам например надо сделать его не белым, а оранжевым, то в коде замените слово белый white на оранж. При этом остальные символы не трогайте. Затем скопируйте и вставьте код в панели дополнительный стиль. И ваш подзаголовок оформится в тот цвет, который вы только захотите. Все просто, как-то так. Теперь давайте сохраним изменения и выйдем из панели настроить. Сейчас нам нужно перейти к настройке нашей формы. Для начала давайте посмотрим, как она выглядит. Для этого нам нужно перейти на страницу с формой, кликнув по любой из кнопок консультация. Как вы видите, выглядит вообще невзрачно. Нам нужно скрыть блок с названием страницы и с хлебными крошками. То есть вот этот. Настрой дизайн для этих полей и вот этой кнопки отправки информации. Кроме того, нужно убрать весь этот мусор. Итак, поехали. У вас под видео будет ссылка на стройка дизайна формы. Вам нужно открыть этот файл с кодом. Сейчас я вам все объясню о значении каждой строчки кода. Но если вы захотите применить другие настройки по дизайну, то под видео есть ссылка инструкция по изменению дизайна формы. Там все подробно описано, что и на что можно менять, чтобы достичь желаемых результатов по построению дизайна формы. Итак, для того, чтобы скрыть область с названием страницы и хлебными крошками, нужно скопировать вот эту строчку кода и вставить во вкладку дополнительные стили, расположенную в панели настроить в самый низ после последней строчки кода. Вот сюда. Вот так. Затем для настройки дизайна полей формы нужно скопировать эту часть кода и вставить в панели настроить. Теперь для настройки внешнего вида кнопки отправить, нам нужно скопировать этот код и также вставить во вкладку дополнительные стили. Вот так. А затем сохранить все изменения и выйти из панели настроить. Посмотрите, у нас почти все готово. Осталось убрать весь этот мусор из сайт бара. Для этого мы наводим курсор мыши на значок консоли, то есть на колесико и выбираем виджеты. Далее в открывшейся панели, вот в этой виджет зоне, нам нужно удалить все эти виджеты. Сначала удалим виджет поиск. Для этого мы должны открыть панель его настроек посредством клика по названию виджета, либо вот по этому значку, а затем кликнуть по ссылке «Удалить». И данный виджет ликвидируется с нашей виджет зоны. Вот так. Посмотрите, у нас все готово. Теперь давайте перейдем на сайт для просмотра результатов наших стараний. Для перехода на сайт мы наводим курсор мыши на домик, то есть на вкладку «Home» и кликаем по «Перейти на сайт». Теперь для перехода на страницу формы нам нужно кликнуть по кнопке «Консультация». Посмотрите, все выглядит шикарно. Итак, мы заполнили форму и кликаем по кнопке «Отправить». В результате чего сайт переправляет нас обратно на наш лендинг, а на нашу почту приходит письмо, уведомление с данными клиентом. На этом наш интенсив подошел к концу. Я вас поздравляю, вы сами собственными силами создали современный лендинг-пейдж, на который уже можно направлять, например, контекстную рекламу и получать все новые и новые заказы от клиентов. Вы можете оптимизировать данный лендинг под любую тематику. В общем, хочется вам пожелать творческих успехов и развития в бизнесе. До встречи на других обучающих мероприятиях. Субтитры подогнал «Симон»